Всем привет! Рада видеть вас на своём канале и надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Юля Стар. Ну что, началось? Начались уже ежедневные выпуски, как ни в чём не бывало. Германия, украинские беженцы, нам отключили электричество, морозильник продуктов в мусор. Так, видеоролик начался с вытья, да, с завывания лорки, хлорки, и показывала она паука. И зрителям она решила подарить паука, на счастье. Ну и сестрицы чухают в свой подвал проверять, всё же ли там на месте. Никто ли ничего у них не свистнул, не сожраны ли их запасы. И тут, ребят, случилась беда у сестриц. У них отключили электричество, причём электричество в розетках. А там же морозильный ларь. Трындец, приехали. Дальше показали очень много воды. И сказали, что Юльке дал тафель. Много воды. А чё, бедная нищая, что ли, уже в тафель побежала? Или как это понимать? А дальше куча возмущений. Кто сейчас это всё будет возмещать? Как это сейчас будет всё это происходить? Такой дискомфорт устроили людям. Юлёк, может, это бумеранг прилетел? За твой чёрный рот, которым ты постоянно полощешь. Кого попало? Кто под руку попадёт? Того и полощешь. А теперь, получается, на тебя свалилась. Ну, а дальше всё. Завелась Юлька не на шутку. Про матрас, который там вымочили. Как затопили. И как выселялись. И прям, слушайте, рот у неё, ну, просто не закрывался. Две сумки, слушайте, притащили жрачки домой. Куда они будут распределять эту жрачку, непонятно. Ну, и там, короче, цветная капуста, всё, на помойку. И, говорит, это не один день, там уже нету света. А чё ж вы не ходили и не проверяли? Барышни. Или только таскались и валялись. Непонятно. А ещё Лариска, что она сказала? Как она сказала? Когда я последний раз, говорит, сюда ходила? То есть, получается, дома была. Дома, значит, была. Значит, она уже давно появилась дома. А то, когда я тут была? То есть, уже несколько дней, если не больше, она точно дома. А вы представляете, какая это для них катастрофа века? Что сейчас они не знают, куда затолкать эту жрачку. Прикиньте. Не, ну, понятно, что сейчас они, наверное, этот Ларь будут домой тащить. Ну, похоже, так. Я не знаю, что они сейчас там будут делать, звонить куда-то будут. Но это ж беда бедой. Я понимаю, если что-нибудь другое. Но тут еда. Ой, ребят, всё. Визжит, пыхтит, кряхтит. На всю квартиру просто. Сейчас будем звонить хозяину. Пусть разбирается. Я, ребят, слушайте, не могу. Мне так смешно на неё смотреть. Это просто какой-то капец. Визжит, визжит. И не останавливается. Как же хорошо написали им. Жадность наказана. Никто не компенсирует. В подвале свет относится к общему пользованию. Вы не имеете права пользоваться общим электричеством. А другие будут за вас платить. И, кстати, я уже тоже по этому поводу тоже так же думала. Но в ответе написано, что в каждом помещении закреплено за определённой квартирой. Подсоединено за конкретной квартирой. Ну, да, я тоже как-то об этом говорила, что мотает свет общий. И как потом кто-то за них должен платить. Но, получается, они сами за себя, за свой подвал платят. Сколько у них ещё зелени в морозильной камере. Ужас. И главное, позасовывают и не используют. Точно так же, как и жрачку. Накупят, и всё у них там тухнет. Я не знаю, как можно так зависеть от жратвы, чтобы закупаться и настолько битком всё забивать, что потом вот так вот визжать от того, что у них там всё испортилось. Жесть. Но это, ребят, реально зависимость. Тут уже не помогут никакие пилюли, никакие врачи. Это всё, знаете, у лорки, я думаю, временно. А ещё, слушайте, странно как-то, очень странно, что они решили таскаться в тафель. Наверное, как-то сложновато у них всё. Ну, или правда, у них джоб-центр раскусил проканал, и у них пособие, вернее, у Юли снизили. И поэтому она уже решила таскаться в тафель. Чё-то кричала, что нет, нет, ни в какой тафель, нет. А тут уже ходила и воды набрала, масло, и масло уже выбрасывают. Пишут им, садитесь около морозилки и начинайте есть. Ничего не пропадёт. Вам этой еды на часа два хватит. Ой, ужас, я не могу. Ну и, кстати, вот дальше пишут. Девочки, нельзя в Келлер морозильную камеру. Вы сейчас не то что компенсацию не получите. Вас ждёт огромный штраф. И дальше ответы. Трёх комнат им мало. Морозильник поставить. Если счётчик на них идёт, почему нельзя? Где это написано? И дальше Келлер всегда под общим электричеством. Кстати, вот по поводу этого я уже спрашивала. Мне писали, что это как бы закреплено за квартирами. То есть не под общим. Ну, я ничего не могу по этому поводу сказать, так как не знаю. Юля, говорит, очень расстроилась. Но всё спасли. Как же всё спасли? Не всё же спасли. Что-то же там протухло. И интересно, что они хотят, чтобы им возмещали, если говорят, что всё спасли. И дальше опять жужжание-бубнение. Как можно так к людям относиться и прочее? А как относиться? Ну, может, люди и не знали, что там выбило электричество. Может быть, они и понятия не имели. Ремонтные работы велись. Может быть, они и не знали, что там где-то в каком-то подвале выбило электричество. А у этих всё, там жрачка. Вот нефиг столько закупать, тогда ничего не потеряете. Что главное, Юлька говорит, меня понимают те, кто якобы делает запасы. У всех есть запасы. Ей написали, откуда вы знаете, что у всех есть запасы. В форме целой морозильной камеры. Я лично таких не знаю. У всех по одному холодильнику. Я тоже, ребята, не знаю. Мне, допустим, хватает одного холодильника. Да, внизу морозильная камера. И хватает мне и грибы заморозить, и ягоды немножко, и для продуктов хватает. А нафига? Они вдвоём! Нафига ещё ларь? Это как у Уралки. Это что же, дурдом ромашка. У неё две морозильные камеры и холодильник. По-моему, даже два холодильника. Ну, это жесть, ребят. Это просто жесть. Столько закупаться этими морозилками. И забивать их прям битком. Такое чувство, что они думают, что всё. Они уже последний год живут, и магазины закроются. Денег не будет. И вот забивают жрачкой, не думая о том, что... А вдруг может случиться такое, что разморозится, и некуда всё будет девать. Конечно, пишут, нужно иметь стратегический запас продуктов. Но в вашем случае это граничит с безумием. Да, ребят, они как безумные на жрачку. Каждый день в магазин, и каждый день тащат и тащат. Я в шоке. А теперь трындец мог прийти окончательный. Я представляю, если бы всё это мясо стухло. Ну, чтобы просто вот всё стухло. Что бы они делали? Вот что бы они делали? Ох, и визжала бы уже Юлька. Ох, и орала бы. Наверное, бы блевала бы от визга. А дальше открыли холодильник, и в самом холодильнике тоже битком всё набито. Которая не влезла, разморозилась. А сейчас мы это сделаем. А сейчас компотик сварим. А сейчас это сделаем. А дальше ещё под руку и селёдка пошла. Это ужас, говорит, какой, а не селёдка. Ну, а что вы хватаете всё подряд? Это жадность. Жадность вас лупит бумерангом. Всё из-за вашей прожорливости и жадности. Так и происходит. Ну, а Лариска вообще похожа ку-ку. Говорит, мама мочила селёдку в молоке. Надо в молоке отмочить. Отмочи, Юлька. Будешь дрыстать в 33 струи. Ну, и дальше собрались они чухать в подвал. Но уже все мысли о еде. Особенно у Лариски. Да, видать, такая голодная притащилась с больницы. Что сейчас будет каждый день набивать свой желудок. Да. Они же ни о чём не могут поговорить. У них только еда в башке. Ну, собственно, ребят, ничего удивительного нет. Короче, беда бедой у старостенок. Теперь им надо есть ещё больше. В три горла. Хотя они и так в три горла ели. Сейчас уже в пятёрку похоже. Для того, чтобы немножечко у них растусовался холодильник. Короче, я не могу. Это же надо случиться такой-то беде. Ну, блин, спасли же практически всё. Пишите, мои дорогие, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение. И я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok